Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита и вы на канале Наш Любим Питомник. У нас наконец-то произошел наш день Икс. Мы его долго ждали. Наш пиццы Габи рожает уже. Уже практически вышел первый щенок. Не будем здесь показывать подробности, конечно, но уже процесс пошел. Там это щенок, это черный. Будем надеяться, что все пройдет хорошо и мы обойдем себе с ветеринарного вмешательства. Но если что, я уже позвонила в клинику. Так что, если что-то пойдет не так, то мы всегда сможем туда приехать. К счастью, это произошло днем, а не ночью, потому что ночью попасть в ветеринар в Голландии очень сложно. Поэтому нам повезло. Нам повезло и не повезло. Не повезло с температурой, ты имеешь в виду? Да. Да, друзья, у нас 35 градусов в Голландии. Лето только, правда, два дня. Сегодня и завтра, но нам как всегда, да? Вовремя. У нас здесь сидим, обливаемся все мокрые. На улице жарко. И родим. Да, и рожаем. И рожаем. Тогда увидим, что будет позже. Думаю, в следующем включении будет, наверное, когда уже будут щенки или хотя бы один щенок родиться. Может быть, вам покажем. Посмотрим, как пойдут роды, потому что я ничего здесь не буду загадывать. И если придется ехать в клинику, ну, там уже ничего не будем снимать, потому что это стрессовая все-таки ситуация. Поэтому, как будет, так будет. Если будет время и возможность снять еще видео, показать, как щенки рождаются, покажем. Да. Все по ситуации. Если нет, то тогда уже будете видеть, когда щенки родятся, а я их обсушу, все будет нормально. Тогда сделаем вам видео с новорожденными щеночками. Будет такая щеночка терапия у вас. Тогда увидим, что будет. С теми часами пока. Ну вот, друзья, у нас, как всегда, не обошлось без приключений. Нам потребовалась операция кесаревого сечения для нашей Габи. Пришлось ехать в клинику срочно и разрешать Габи именно таким способом. Мы даже сделали уколчик, потому что у нее не было никаких поток и никаких признаков того, что она будет рожать сама. Я в клинике сначала сделали укол, чтобы стимулировать родовую деятельность. Но, к сожалению, это не помогло и нам пришлось прибегнуть именно к операции. Я, конечно, этого не хотела, потому что все-таки это наркоз и операция. Нужно восстанавливать после этого собаку. Но у нас не было никакого выбора, чтобы спасти жизнь матери и щенкам. Нам пришлось сделать операцию. Здесь вы видите, как Габи уже на столе после операции. Она обложена грелками, чтобы у нее поднялась температура. И щеночки уже приложили ей груди, чтобы они могли спокойно себе покушать. Да, лежим, Габи. Кормим малышей. Или уже не кормим. Кушать, не кушать. Непонятно. В волосах этой шерсти уже не кушаем, просто спим. Да, там скажут детки. Маленькие детки, да? Да. Сегодня ожидает бессонная ночь. Будем следить за твоим сыночком. Потому что сыночек слабенький. Да, и за тобой будем следить после операции. Все будет хорошо. Ну так вообще. Да. Моя девочка. У нас два щеночка. Сыночек и дочка. Мальчик и девочка. Девочка сильная, крепкая. А мальчик чуть-чуть такой слабенький еще. Но будем его воспитывать. Тоже все будет нормально, думаю. Думаю вылечим. Пока должна немножко покушать. Габи должна прийти в себя. Температура уже в норме нам померили. Потом поедем домой, да? Вот так вот закончился наш день. Мы думали, что все будет хорошо, да? Приготовились. Круто. И поехали в клинику рожать. Да, габи? Бедная девочка. Все будет хорошо. Да. Нас совсем немного подержали в клинике. Буквально как только температура начала подниматься, мы сразу же поехали домой. Потому что в Колландии здесь особо, ну тоже не держат. В больницах, так же как и в человеческих больницах, так же и в ветеринарных клиниках. Поэтому взяли габи с собой, взяли таблетки нам дали, обезболивающие. И спокойно поехали домой уже со щеночками. Вот вы видите, как я здесь кормлю ее. Я вытащила габи из гнезда, потому что там было очень неудобно кормить. Положила наш коврик на кровать. И габи просто спокойно кровать на пеленочку. Вместе со щенками. Так было намного удобнее кормить, чтобы мне тоже не болела спина. Потому что после того, как я сама родила ребенка, у меня немножко поболевает спина. Болит. И не хочется себя, как говорится, перегружать. Ну, таким образом мы подкладываем и кормимся. После наркоза габи еще не совсем здесь отошла. Но, в принципе, у нее все хорошо. И мы подкладываем щенков. Пока что не оставляем щенков с мамой, потому что должен проснуться материнский инстинкт, как это всегда бывает после кесарево сечения. И так я была очень и очень довольна, как габи отреагировала на щенков. Она сразу начала их лизать в клинике. Вот видите, я вам здесь показываю, как из габи шерсть просто выпадает. Я могу ее сама просто пальцами вытащить. Конечно, она после щенков потеряет всю свою красивую шубку, растеряет. Но ничего страшного. Думаю, когда щенкам будет месяца 3-4, она уже свою шубку восстановит, и все будет хорошо. И опять она будет радовать нас своей красивой, пушистой, плотной шубкой. Вот пока что мы так кормимся. Я, конечно, не ожидала, что габи будет рожать именно через кесарево сечение. Я думала, что собака достаточно нормальная, она хороша по строению, что она может рожать сама. Но, к сожалению, не получилось. Все потому, что щенки оказались очень-очень крупными. Их было всего 2, и каждый весил при рождении 175 грамм. Представляете? То есть, обычный щенок шпица рождается где-то 100 грамм, чуть больше 100, чуть меньше 100. Бывает, да, такой разброс. А 175 грамм – это действительно очень большой щенок, и неудивительно, что она не смогла родить их сама. Ветеринар нам сказал, что если бы щенков было 3 или 4, то они, конечно, по весу были бы намного меньше, и она, возможно, смогла бы родить сама. Кроме того, расскажу вам немножечко про голландские цены. Я, конечно, была в ступоре, когда нам назвали цену за кесарево сечение. Мы заплатили 1100 евро за кесарево сечение здесь, в клинике. Это очень-очень дорого. Я думала, что примерно будет, ну, евро 300, там, 400 хотя бы, но не больше 1000. Так что это был для меня немножечко такой шок. Но это именно вещи, которые, так скажем, расходы непредвиденные, и которые ты как заводчик не можешь вообще предвидеть, даже запланировать. Но, к счастью, мы откладываем деньги на наших собак каждый месяц определенную сумму, чтобы именно на такие форс-мажоры у нас были средства. Поэтому все обошлось, мы смогли заплатить за Агаби, и будем надеяться, что с ней будет все хорошо, и что будет все хорошо со щенками. Я очень надеюсь, что они выживут, потому что мальчик был довольно слабенький. Девочка, если была такая, она сразу у нее был соседательный рефлекс, и она была очень активная. Но мальчик, он как раз застрял в родовых путях, и ему понадобилось больше времени, чтобы его реанимировать, так скажем, расшатать и вывести из комы. Но спасибо, конечно, сотрудникам ветеринарной клиники, они все сделали очень грамотно, очень нам помогли, поэтому я думаю, что все будет хорошо. И даже у мальчика уже появился соседательный рефлекс, и он спокойно уже тоже сам прикладывается к груди. Поэтому, друзья, вот такой вот у нас форс-мажор с родами. Конечно, все пошло не совсем по плану, так как планировали, но ничего страшного, бывают и такие дни, и это наши риски, риски заводчика. Самое главное, я очень рада, что с Габи все хорошо, потому что бывают случаи, когда собаки умирают во время операции кесарево сечения, и особенно шпицы в Голландии, это тоже не редкость, к сожалению. Вот, поэтому, ну, все обошлось, все хорошо, у нас, как говорится, счастливая мама, и сыночек, и лапочка-дочка, поэтому будем их теперь выращивать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok